Всем добрый вечер, играю в Блиц на шахматной планете. Снова дебют рейд, d4. Это вот симметричный вариант, снова сыграю программнику c3. Ну да, c5 отряд принципиальный, но все-таки у белых личная пешка, как ни странно, может быть не так легко отыграть. Тут вот у белых есть ряд ходов, мне нравится слон e3, чтобы на кончик 4 ответить слон d4 на e5 h3. У него соперника другие планы, сыграно сразу конь e4. Пойду конь d4, на c5 брать нельзя из-за промежуточного размена на c6. Поэтому великая вероятность, что белые все-таки останутся с точной пешкой. У черных есть за нее определенная позиционная компенсация. e5 сыграно, в целом конкретных угрозов это не создает, можно пойти конь d2. Но по уже озвученной причине на c5 брать нельзя, поэтому e5 это, конечно, принципиально. Черные получают, например, в случае размена явное преобладание в центре, но... Действительно ли это так хорошо, не очевидно. Не буду, наверное, брать на c6, сыграю конь b5, теперь хочу взять на e4 конем и заболзти другим конем на d6. Действительно, черным надо уже что-то решать со своим центром, он подвисает. Может быть, с позиционной точки зрения для черных неплохо бы смотрелся ход конь f6, но в этом случае я отвечу слон g5. Поэтому да, поэтому f4 тоже логично. Мне казалось, что вот здесь можно сыграть конь b4, на fe просто конь d6. То есть черный вырубает на f2, у меня немножко слаб король, но... Все-таки все фигуры активные. У черных пока фигура не развита, я не думаю, что это должно быть очень страшно для меня. А тем более на f2, наверное, зря я сейчас пойму велход король в его, надо будет считаться с ферзь d5. Очень серьезно. Не знаю, стоит ли брать на d5. Вроде как черные все равно пешку не защитят на d5, даже в случае, если я возьму ладью изначально. Не очевидно. Ладно, сыграю все-таки ферзь d5. И... После этого я заберу ладью. У белых две лишние пешки, по идее, это должно гарантировать изрядный перевес. Да, король f8, но теперь после короля уже висит мат на f7. Довольно серьезная гроза. Поэтому ферзь e7, но в этом случае... Наверное, я могу пойти король g1 и потом ладья f1. Правда, с другой стороны черный успеет пойти слон e6, но ладья f1, слон f6. Хотелось бы выиграть как-то сразу. Попробую вырубить сначала слона, потом провести второго коня на d6. И на сход ладьи пойти уже король g1. Выглядит более гармонично, правда белые все равно, конечно, мат не ставят. К сожалению, придется реализовывать перевес какими-то более терапевтическими методами. Ну, все-таки две лишние пешки, лучшая позиция, более активный слон. Здесь должны сказываться. e4. Тут же можно играть по-разному. На слоне e4, правда, ладья d6, cd, ферзь бьет e4, ферзь бьет b7. Даже в этом случае, скорее всего, белые побеждают. Тогда попробую так и сыграть. Черный метр легко развязаться. Скорее всего, последует ладья d6. Но, вроде как, в варианте cd, ферзь b3, e4, ферзь бьет b7, в конце этой линии теряется еще и слон на f6. Но могу ошибаться, на самом деле. Ну да, и вот, кажется, можно просто взять и на ферзь e3 ладья закроется на f2. Вечного шаха у черных не будет. Ферзь e5. Ну, грозит конь g4, но можно пойти, к примеру, ферзь e7. Таким образом, связывается черный конь, и король на f6 попадает под уже матовые идеи. К тому же, белые варианты хотят пойти ферзь h4, ферзь d4, например. Ну да, соперник сдался. Такая вот партия. Пожалуй, c5 ход. Если не ошибка, то, по крайней мере, не точность. И всем спасибо за внимание. С вами был Никита Петров.